Привет! Это арт-студия Единорог и я Инна. Сегодня мы будем рисовать львенка. Ну что, приступим. Берем простой карандаш, отмечаем место, где мы будем рисовать нашего львенка. Вот так. Теперь я рисую мордочку нашему львенку. Так, маловато, нарисую побольше. Это у нас будет вот такая фигура, похожая на обрезанный овал. Здесь будут вот такие ушки. Здесь мы нарисуем вот так вот мордочку. Здесь мы нарисуем носик нашему львенку. Это ротик. И вот он с такими закрытыми глазками будет. Здесь я немножко подотру. И мы нарисуем вот так во внутреннюю часть уха. Так, мы нарисовали мордочку. Теперь нарисуем гриву нашему льву. Грива большая. Вот такой рваной линией я рисую и изображаю волос у льва. Дальше мы нарисуем с тобой лапки нашему льву. Вот так сначала. Потом вот так. И вот такие лапки. Здесь будут когти. И задние лапки смотри как. Вот так и так же. Тут много нарисовала, но ничего страшного, мы сейчас отправим. Вот так. И с этой стороны у нас будет большой длинный хвост. На хвосте кисточка. Вот такой с кисточку льва у нас на сейчас есть. Теперь мы его будем рисовать акварелью, чтобы у нас получился красивый лев. Я возьму кисточку, воду и акварелью. Мордочку я хочу нарисовать желтеньким цветом. Вот эту часть я нарисую вот таким желтым цветом. Также у меня есть другой желтый цвет, вот такой охристый. У лев у нас такого бежевого цвета, поэтому мы возьмем его и нарисуем. Вообще можно немножко смешать с коричневым цветом, чтобы был чуть-чуть потемнее, бежевый такой. Вот так мы нарисуем мордочку нашему дуфону. Дальше мы нарисуем тело этим же цветом. Потом мы с тобой все это дело сделаем, обведем фломастерами. Ножки, которые задние лапки, можно сделать чуть потемнее, а передние посветлее. Аккуратненько. Так, точно так же мы нарисуем хвост. Очень аккуратно, чтобы хвост получился ровненький. Такой длинный-длинный хвост у меня получился лепёка. Ну и нарисуем гриву, наверное возьмем такой же смешанный цвет. Вначале мы с тобой прямо пройдемся желтым и потом я покажу, что мы еще делать будем. Вот смотри, у меня кисточка с острым кончиком и очень удобно как раз рисовать. Вот получается у меня очень красиво шевелюра. Прям остренький. Если у тебя есть такая кисточка, будет здорово. Если нет, можно непростой рисовать. Аккуратненько. Аккуратненько. Сейчас много воды. Прям не бойся, что у тебя получается неравномерный цвет. На гриве это даже нам на руку. Потому что грива это очень много шерсти и она играет цветом. Где-то темнее, где-то светлее кажется. Потом мы еще с тобой фломастером добавим. Вокруг мордочки я прямо сейчас возьму и добавлю побольше коричневого. Чтобы у нас получилось немножко мордочка выделилась. Вот так достаточно. Вот так у нас пока получился львенок акварелькой. Теперь мы дадим акварелью высохнуть. И продолжим дальше фломастерами дорабатывать нашу картинку. Ну что, продолжим. Вот мой львенок высох. Теперь я беру несколько цветов. У меня есть коричневый и вот такие бежевые. Дальше будем дорабатывать уже коричневым и этим фломастером. Для начала я обведу мордочку коричневым цветом. Так. Вот так. Внутреннюю часть. Также обведу все эти линии. Закрашу нос коричневым. Ротик. Все глазки. Здесь нарисую усы. Возьму посветлее. И нарисую. Так. Это слишком светлый. Декоративные вот такие шерстинки. Вот так. Дальше обведу также тело у льва, у львенка нашего. Коготочки обязательно. Возьму. И хвостик. Вот так. К гриву и на конце хвостика шарик мы не будем обладать. Теперь мы добавим на гриву вот таких штришочков. У меня тут фломастер раздвоился и получается сразу такие прикольные эффекты. Как будто сразу две линии. Заметь, я взяла фломастер посветлее. Коричневым лучше не делать, потому что будет очень сильно ярко. Так. И еще вот таким светленьким возьму, также добавлю. Его практически не видно, но все равно местами он... так. Так. И на хвостике тоже сделаем такие волосики. Еще можно вот здесь добавить грудки. Вот такой львенок у нас с тобой получился замечательный. Я надеюсь, что все успел сделать и у тебя получилось. Не забывай подписываться на наш канал. И до встречи на новых уроках. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.